Самого утра в центральном офисе Сбербанка начался ажиотаж. Выстроилась огромная очередь. Чтобы избежать хаоса людей, начали принимать по электронной очереди, а некоторых распределили по филиалам Сбербанка, которых в Нижнекамске 11. Первый наплыв есть. Мы, я думаю, успешно с ним справимся. Сейчас мы наблюдаем за нагрузкой всех филиалов и распределяем людей по мере возможности, по всем филиалам, для того, чтобы максимально обслужить всех клиентов. Свои деньги не получаешь, как довольные. Мне они недовольны, огорченные. Спасибо, праздникам поздравили. Произвести выплату за один день банк не в силах. Клиентам Татфонбанка, вклады которых не превысили 1 миллиона 400 тысяч рублей, в этой ситуации беспокоиться не о чем. Деньги они сохранят. Гарантия выплат существует только для физических лиц. Что касается юридических, то эта проблема рассматривается на уровне правительства. Для этих целей, как вы знаете, предусмотрены льготные микрозаймы под 5% годовых, которые будут предоставляться фондам поддержки предпринимательства, существующим при Министерстве экономики Республики Тарстан. Для целей финансирования этой программы сегодня уже принято по решению президентом, выделен дополнительный миллиард. Чтобы добиться возмещения, в банк нужно идти с паспортом, а уже на месте заполнить заявление о выплате. Его можно получить в самом Сбербанке. Общий порядок без деталей – это вклады до 1 миллиона 400 тысяч, компенсируется агентство торгования вкладов, и, соответственно, все люди, которые приходят к нам в филиал, в рамках этих сумм, естественно, получают свои компенсации. Ну, варианта два, даже три. Можно открыть счет и положить деньги непосредственно здесь, в Сбербанке, чтобы не стоять дополнительно в кассу. Можно забрать часть средств и открыть вклад на часть средств. Можно забрать всю сумму целиком. Чтобы горожане как можно быстрее получили выплаты, Сбербанк усилит режим работы. Двери открыты ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Регина Сулейманова, Ренат Мустафин, Новости НТР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова